Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. При работе с микроскопом очень часто возникает необходимость зафиксировать результаты наблюдений и произвести измерения изучаемых образцов. Кроме этого при длительной работе с микроскопом на глаза лаборанта ложится колоссальная нагрузка, от которой нужно избавиться. В такой ситуации решением проблемы будет приобретение особой цифровой камеры, которая устанавливается вместо окуляра или монтируется в специальный фотоканал. Сегодня наш обзор посвящается именно такому цифровому устройству цифровой камере E-Track UTSMOS 3.1 Мп. Камера поставляется в плотной коробке с наполнителем из вспененного полиуретана. В комплект поставки включены два переходника для установки камеры на микроскопы с посадочным диаметром окуляров 30 мм и 30,5 мм, кабель питания и диск с программным обеспечением. Инструкций по эксплуатации в бумажном виде нет. Камера состоит из двух блоков электронного и оптического, выполненных в металлическом корпусе. Соединены части между собой резьбовым соединением типа C-Mount. Посадочный диаметр носика камеры 23,2 мм, это стандарт окулярных трубок большинства лабораторных микроскопов. Опытным путем было определено увеличение оптической части, которая составила примерно 10 крат. Подключается устройство очень просто, из окулярной трубки микроскопа вынимается окуляр и на его место вставляется камера. Если у Вашего микроскопа есть специальный фотоканал для камеры, то вынув заглушку от пыли Вы просто вставляете туда камеру. Камера имеет матрицу хорошего качества размером 0,5 дюйма или 6,55 на 4,92 мм. Отдельно стоит отметить, что у более мощных камер той же серии, матрица на удивление имеет размер меньше. Диск, поставляемый с камерой, содержит инструкцию на английском языке, драйвер и программу Top View для вывода картинки на монитор. В базовой версии установка программного обеспечения возможно на компьютеры и планшеты под управлением операционной системы Windows. На сайте производителя доступны для скачивания дополнительные драйвера под Linux, Mac OS и Android. Для корректной работы камеры Ваш компьютер должен иметь процессор с тактовой частотой не менее 2,8 ГГц и 2 ГБ свободной оперативной памяти. Камера способна снимать фото и видео с максимальным разрешением в 2048х1536 пикселей. Для сохранения результатов наблюдений доступны основные форматы изображений BMP, JPEG, PNG, TFT и форматы видео AVI и VMW. На изображение Вы можете наложить измерительные линейки и сетки для проведения качественного подсчета и определения площади наблюдаемого объекта. Для измерений камеру необходимо откалибровать под объективы Вашего микроскопа. Вам понадобится специальный калибровочный слайд, которого нет в комплекте. Кроме фото и видео режима пользователю доступно множество разных настроек. Вы можете регулировать битрейт, баланс белого, насыщенность, яркость, контрастность, оттенок, гамму, выдержку и усиление. Для демонстрации качества изображения нами был использован микроскоп Conus College с ахроматическими объективами и набор тотальных микропрепаратов от компании Delta Optical. Поле зрения камеры меньше, чем при наблюдениях в окуляр аналогичной кратности. При изучении крупных объектов или при работе на большой кратности, естественно весь образец не будет помещаться в поле зрения. Для рассмотрения разных участков микропрепарата старайтесь как можно более плавно перемещать предметное стекло. На большом разрешении камера выдает скромных 8 кадров в секунду. Из-за этого Вы будете видеть вместо плавного движения образца, отрывки изображения, напоминающие слайд-шоу. Данная проблема решается понижением разрешения до 1024 на 768 или поменьше. Аналогично поступайте в ситуации и при записи видео. Оптический блок камеры не вносит явных искажений в изображении, а дефекты в виде сферической аберрации и кривизны поля вызваны особенностями конструкции ахроматических объективов микроскопа. В заключении хочется сказать, что камера продемонстрировала высокое качество изображения, несмотря на скромные размеры матрицы. Получает оценку в 7 из 10 возможных баллов. Два балла были сняты за отсутствие развернутой русифицированной инструкции, плюс за отсутствие русского языка у интерфейса программного обеспечения и за отсутствие универсального драйвера для подключения камеры к любой операционной системе. Третий балл был снят за отсутствие в комплекте калибровочного слайда. Без него проводить измерения камерой невозможно. Все эти недостатки можно запросто исправить. На сайте клуба Астроскоп Вы можете скачать русскую инструкцию и новую версию русифицированного программного обеспечения. На сайте производителя Вы найдете драйвер для любой операционной системы. Что касается калибровочного слайда, то он был включен производителем в комплектацию всех камер. Прочих нареканий на качество изображения и функционала софта нет. Камеру однозначно стоит советовать как для домашнего хобби, так и для профессиональных нужд. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп, до скорой встречи в нашем магазине.